Ее книги становятся бестселлерами, а самая яркая из них есть «Молиться, любить, автобиография», ставшая визитной карточкой Гилберт. Но Элизабет не просто писательница, она является духовным лидером современности, именно поэтому 27 июня она выступит на Synergy Woman Forum, который в этом году пройдет в режиме онлайн и соберет 60 спикеров. Переходи по ссылке и покупай билеты на онлайн-форум. Это новый современный вид мероприятия, объединяющий женщин вне зависимости от их места проживания и рода деятельности. На повестке дня – живые и самые актуальные темы в стране и мире. Мы встретились с Элизабет Гилберт заранее, чтобы узнать, как принять себя и выстроить гармоничные отношения со своим внутренним миром, какую книгу должна прочитать каждая девушка и как получать удовольствие от жизни, не оглядываясь назад. Элизабет, каков будет основной посыл вашего выступления на форуме? Элизабет, я расскажу женщинам о моей шокирующей и революционной идее касательно того, как сохранять спокойствие, как оставаться расслабленной. Смеется. Я верю, что для женщины очень важно поддерживать гармонию, ведь именно тот, кто спокоен, обладает наибольшей силой. Что, по вашему мнению, важнее всего для современных девушек? Помимо спокойствия, конечно. Элизабет, быть рядом, поддерживать друг друга. Когда я была молода, я совершала ошибки, множество ошибок. Смеется. Но они все пошли мне на пользу. Основная ошибка заключалась в том, что я постоянно находилась в поиске мужчин, точнее я пыталась найти одного, который бы был для меня всем. Но сейчас, будучи очень счастливой 50-летней женщиной, я поняла, что все то, что я искала в мужчине, можно найти только в женщинах. Поддержку, верность, дружбу, преданность, внимание, заботу. Единственное, что нужно сделать, это развивать женскую дружбу, потому что именно эти отношения составляют основу вашей жизни. Хочется процитировать вашу книгу «Город женщин», «Не обязательно быть хорошей девочкой, чтобы быть хорошим человеком. Это просто гениально. Спасибо. Мне кажется, миллионы девушек сейчас улыбаются, читая эти строки. Как вы думаете, когда женщины во всем мире смогут принимать себя и жить так, как велит им собственное сердце? Когда это произойдет и как этого добиться? Элизабет, знаете, у каждой это произойдет по-своему. Я вообще не совсем уверена, что знаю, как изменить мир. Я даже не знаю, как изменить саму себя. Смеется. Но думаю, для того, чтобы принять себя, нужно провести личную революцию внутри. И часто эта революция направлена против двух вещей – вашей семьи и вашей культуры. И это непросто. Ведь мы взрослеем и формируемся как личности, впитывая ценности наших семей, а затем во взрослой жизни на нас сильно влияет культура. Как правило, все комплексы появляются как раз под их давлением. Они диктуют, как нам нужно жить и что делать, чтобы быть понятой и хорошей. Я очень люблю свою семью, и уважаю культуру, но они не заботятся о личном счастье женщины. Им гораздо важнее сохранить сплоченность внутри семейного круга и общества. Обычно это достигается в ущерб женщинам, поэтому мне пришлось отказаться от многих принципов, заложенных моей семьей, и от тех правил, которые диктуются культурой. Как тогда продолжать идти вперед, не оглядываясь назад, на свое прошлое, и оставаться счастливой. Элизабет, одна из моих любимых духовных наставниц, Байрон Кейти говорит, у меня нет будущего, потому что оно мне не нужно, мне дана жизнь, и я пользуюсь тем, что мне дано. И знаете, чем старше я становлюсь, тем больше я понимаю, что планировать будущее и пытаться контролировать его очень опасно, ведь мы не можем повлиять на то, каким оно будет. И единственный человек, которого вы встретите в будущем, это вы сами. С собой вы проведете всю оставшуюся жизнь, так что выставите с собой хорошее отношение. А что бы вы пожелали читательницам нашего журнала? Элизабет, каждая женщина постоянно говорит себе, какой идеальной она должна быть, что ей нужно стать лучше, работать больше, быть самой лучшей девушкой, женой, членом семьи, что она обязана изменить мир. Моя самая заветная мечта и пожелание читательницам Казма Палатон, поймите, что ничего никому не должны, кроме себя самой, станьте терпимее и добрее к себе. И более расслабленной, конечно. Что касается вашей следующей книги, о чем она будет и когда ее ожидать. Элизабет, я больше не строю планы на будущее. Смеется. Поэтому сейчас на самом деле не могу ответить на этот вопрос. Я ничего не пишу, но думаю, когда придет время, книга будет о том, как стать хорошим другом самой себе. А какая ваша любимая книга? Есть ли книга, которую каждая женщина должна прочитать? Элизабет, это очень хороший вопрос. Если бы я могла заставить всех женщин прочитать одну книгу, то это была бы книга Байрон Кейти, которая называется «Кем бы ты был без своей истории». Ее работа поменяла мое представление о мире, перевернула мою жизнь и повлияла на меня больше, чем что-либо еще. У каждого есть история, и кем бы ты была без нее. Ты бы могла быть более свободной, обновленной, открытой, любопытной или более умиротворенной. Да, это именно та книга, которую я задала бы каждой женщине в качестве домашнего задания. Да и каждому мужчине, хотя о них мы сегодня не говорим. Смеется. Вы очень позитивная. У вас есть какой-то совет, как сохранять позитив? Несмотря ни на что. Элизабет, да, у меня есть совет. Я никогда не даю никому возможности залезть ко мне в душу, повлиять на меня. Раньше позволяла другим это делать и была тревожной, депрессивной и злилась из-за этого. Сейчас моя душа принадлежит только мне. Я забочусь о своем душевном состоянии каждый день. В этом мне помогает медитация, акты щедрости и любви в отношении тех, кто имеет для меня значение. Также я забочусь о себе, проявляя свои креативные навыки, украшая свой дом, проводя время с теми, кто делает меня счастливой. Забочусь о своей душе, это мой маленький сад, и я не позволяю никому туда вмешиваться, даже тем, кого я люблю. Это моя ответственность, я очень серьезно, но в то же время легко к этому отношусь, потому что знаю, чтобы чувствовать себя хорошо, мне нужно относиться ко всему проще. Переходите по ссылке и покупайте билеты на онлайн-форум, чтобы открыть для себя все тайны счастливой жизни от Элизабет Гилберт и других топовых спикеров.